телезрители привет решил снять каратинечку видя шичко может быть кому-то она окажется полезным и обозвать ее мой опыт по выбору канистр казалось бы чону канистры канистра бери да пользуйся но не все канистры одинаковые мне хотелось бы сказать на что стоит собственно обратить внимание канистры вот она зеленая они все зеленые большинстве своем вроде канистра канистра бери и заливать до храни или бери в дорогу но оказывается не все одинаковые я решил остановить свой выбор вот на такой канистры не реклама однозначно не реклама просто эта канистра хорошая и она стоит 1600 в леруа мерлен вот и все на заправке роснефти такие же канистры стоит 2000 вот ну вот один из основных критериев выбора мне надо было две канистры поэтому я решил взять леруа мерлен чем меня подкупила эта канистра и почему я ее взял ну если честно вот надобности в этом стопоре большом большой надобности я не вижу ну хотя свои преимущества наверно дает в дальней дороге и так далее стопор этот вытащить чеку эту вытащить до конца не удается чтобы наверное очевидно для того чтобы ее не потерять где-то так она прикрывает закон тревать так скажем крышку канистры но открываем ее и собственно на что стоит обратить внимание на вот эту вот прокладку которая герметизирует так скажем горловину и самое основное внимание на то чтобы вот это вот перемычка вот это вот ну не перемычка кронштейн крышки не был мягким вот здесь он с ребром жесткости и тут же кстати год выпуска промаркировать вот потому что когда мне встречались канистры и вот это вот было недостаточно жестко этот кронштейн когда закрывал крышка и тогда открывал когда пользовался канистры крышка могла туда-сюда загибаться так скажем и когда закрывалась собственно канистра я пытался ее закрыть эта крышка могла подходить горловины либо под таким углом либо под таким углом но я надеюсь будет видно что я хочу показать либо под таким углом либо под таким и даже поджимая вот этими вот рожками герметичности крышки не удавалось достичь и в процессе никогда ставишь ее в салон тем более если в салон 1 объемника я имею ввиду где нет отдельного багажника от салона не не всегда не то появляется запах вот обращайте внимание на этот кронштейн крышки чтобы он был ну прочным достаточно крышку нельзя было загнуть ни туда ни сюда и вот на эту вот резинку на эту прокладку прокладку это нельзя сделать из камеры автомобильной потому что ну как не прискорбно там резина не маслостойкая и это уже по опыту потому что я уже на своем опыте в этом убедился делаешь прокладку вроде она все подходит через несколько дней и разъедает и все ты остался без прокладки если уже не удается найти маслостойкую резину то лучше всего эту прокладку делать из кожи солдатский ремень ну берешь толстую кожу и делать вырезаешь по образу и подобию это на всякий случай если на тот случай вернее если не удается найти резину маслостойкую кожа тоже хорошо работает вот ну и еще один повод чтобы взять именно эту канистру это канистры выпущенные по германской он с немецким качеством даже написано по немецкой технологии но я говорю это не реклама тут я обозначил на что надо обращать внимание при выборе канистры а тут у меня выбор ценник надежная крышка и еще я порыскал по интернету купил вот такой вот девайсик так скажем заказал правда пришлось его заказывать на на ebay но он как раз отвечает для предназначен вернее для этих канистр он монтируется вот так вот и можете спокойно уже дальше пользоваться заливать бензин в бак здесь вот гибкий этот наконечник сюда можно еще более мелкий поставить и на него потом еще наверно нарастить еще и шланг но мне этого пока по крайней мере она самое интересное что тут вот это вот вся приблуда она хороша когда она есть но для удобства транспортировки тут еще сделан вот такой вот кронштейн ник который монтируется сюда сейчас я его попробую смонтировать возьму только ответку кронштейн ник так скажем для носика крышку закрываем так в наборе шли уже сам кронштейн сам этот носик ну и так скажем монтажный набор монтажные саморезы здесь в канистре как раз для этого сделаны отверстия уже но она сразу была для этого предназначена не знаю других есть нет врать не буду о сделано по лицензии волпро если не ошибаюсь так фирма называется немецкая канистра сделана по лицензии так немножко мы наживим море за чтобы не вошли и чтобы с обратной стороны саморезами царапали руку и так далее здесь есть кожу вот так это все монтируется на канистру да теперь мы имеем вот что в походном положении походном положении пожалуйста канистра с носиком как надо переливать бензин берем носик открываем к монтируем носик вуаля аккуратно удобно и практично вот собственно о чем я и хотел рассказать может быть кому-то это видео покажется полезным до новых встреч а